самый загадочный режиссер двадцатого века про которого написано сотни научных работ яркий новатор который всю жизнь был одиночкой и не принадлежал ни к одному из течений коммерчески успешный режиссер ставший классиком при жизни и определивший образ кинематографа на десятилетия вперед а еще перфекционист мегаломан эрудит страстный поклонник шахмат и классической музыки а стэнли кубрике сложно не говорить эпитетами в истории было не так много имен оказавших на развитие кино сопоставимое влияние в этом видео мы не претендуем на исчерпывающий разбор творчества режиссера а постараемся проследить общие темы и приемы дать обзорный анализ его авторского почерка в чем заключается жанровое своеобразие фильмов стэнли кубрика почему каждая его картина революция в кинематографе и какое наследие оставил после себя режиссер обо всем этом в нашем видео с стэнли кубрик несмотря на прижизненный статус большого автора всю карьеру снимал жанровое кино фильмы нуары военный эпос политическую сатиру научную фантастику пеплом и хоррор и везде преуспел вопреки расхожему представлению о кубрике как радикале и независимом визионере на протяжении всей карьеры он был в первую очередь студийным системным режиссером которому не всегда удавалось удовлетворительно отвечать на запросы продюсеров и одновременно сохранять творческую автономию чего стоит только разногласия в процессе создания спартака от которого кубрик позднее отрекся и не считал своим фильмом работа в разных жанрах определила важную особенность творческого метода режиссера полистилистичность за почти полувековую карьеру в кино кубрик снял всего 13 полнометражных фильмов и практически ни разу не повторился в докторе стрэндж лави кубрик демонстрирует виртуозное владение гротеском и черным юмором в космической одиссеи философскими обобщениями в широко закрытыми глазами интимной интонации и глубоким психологизмом в заводном апельсине ультра насилием и монтажной экспрессии а в баре линдоне продуманными мезон сценами и неспешным темпом кубрик мастерски сочетал несочетаемое например космическая одиссея будучи формально дорогим студийным аттракционом и выставкой технических достижений горевуда по сути оказалось грандиозным авангардным экспериментом упразднившим традиционную драматургию в пользу особого зрительского опыта историю о ядерной угрозе и конце света режиссер представил как пессимистичную комедию о власть имущих мрачная антиутопия о насилии кошмарах пенитенциарной системы на ходу становится автопародий а неоготический роман о призраках старого отеля кубрик пересказал на языке несуществовавшего на тот момент слоубернера поджанра хорроров напряжение в котором создается не столько скримерами сколько гнетущей атмосферой тем не менее многие фильмы режиссер обнаруживают немало как стилистических так и содержательных сходств в большинстве своих картин кубрик отказывается от героя центричной схемы его персонажем сложно сопереживать поскольку они либо сознательно лишены внятной экспозиции либо нарушено представлены малопривлекательными однозначно положительные образы фильмах режиссера найти сложно иногда же кубрик намеренно размывает фигуру главного героя помещая в центр истории несколько более-менее равнозначных персонажей фильмах кубрика мало лиризма или сентиментальности но серьезными их называть неправильно this heart of lesions was like many a neighboring town and have been stormed and occupied several times before barry came to invest творчество постановщика скорее проникнута мрачной иронии которая вкупе с мезантропией и замкнутостью позволяет некоторым исследователям называть кубрика пессимистичным режиссером хотя некоторые его картины вроде космической одиссеи или широко закрытыми глазами и заканчиваются неким подобием хэппи-энда и обещанием будущих перемен за кубриком прочно закрепился ярлык мрачного автора сам режиссер не было словоохотливым человеком и с возрастом все реже и реже говорил о собственном творчестве но куда важнее то что в его фильмах трудно обнаружить аватар автора который выражал бы его точку зрения и мог бы выступить камертоном для зрителя поэтому картины кубрика дисциплинированные по форме часто оказываются разомкнутыми по содержанию при желании в них можно вчитать что угодно это спровоцировало появление целой россыпи конспирологических теорий вокруг творчества режиссера в сияние например некоторые зрители опираясь на нумерологические уловки и детали увидели аллюзию на холокост и геноцид коренного населения америки а также намеки на то что кубрик действительно срежиссировал высадку на уну уже свой полнометражный дебют страх и вожделение кубрик посвятил военному сюжету война в творчестве режиссера частный случай насилия который указывает на разрыв в коммуникации между людьми что хорошо видно в сатирическом докторе стрэндж лаве с другой стороны война следствие ненадежности технологий и сбоя в их работе технологии в широком смысле должны были упростить жизнь но стали средством для воспроизводства насилия наиболее красноречивым выражением технофобного мотива в творчестве режиссера стал компьютер hell 9000 но при внимательном рассмотрении оказывается что куклы манекены и прочие человеческие двойники интересовали режиссера уже с ранних работ все они как и вышедшие из строя техника так или иначе ставит вопрос о том что такое человек примечательно что одним из нереализованных проектов кубрика был фильм искусственный разум о мальчике роботе мечтающим стать человеком через два года после смерти кубрика его идею воплотить стивен спилберг насилие фильма кубрика часто связано с неудовлетворенным сексуальным желанием и влечением к смерти поэтому инструменты этого насилия винтовка топор или бомба недвусмысленно считываются как фаллические символы фрейдистская трактовка фильмов кубрика хотя и не является единственной на поверку оказывается одной из самых убедительных поскольку сам режиссер долгое время интересовался европейским модернизмом и его интеллектуальными предтечами нитша фрейдом и юнгом иногда кубрика критикуют за мезогинию из-за недостаточной репрезентации женщин которые у него выступают чаще всего как бездействующие объекты желания или жертвы насилия при этом режиссера нельзя обвинить в тотальном мэйл гейзи поскольку он критикует и проблематизирует образы маскулинности практически все картины кубрика посвящены разрушительной силе мужской сексуальности и несостоятельности традиционной нуклеарной семьи с отцом во главе в сущности кубрик в большинстве своих картин атакует проект западного благополучия обнажая его порочность режиссер указывает на дисфункциональность сложившихся социальных связей поэтому герои его картин либо находятся в добровольном одиночестве либо переживают болезненный процесс рассинхронизации с окружающими персонажи путаются в паутине собственных страхов и желаний и границы между сном и явью фильма кубрика местами начинает мерцать в такие моменты герои оказываются в странных переходных пространствах которые продуцируют тревогу и тягучие напряжение все фильмы стэнли кубрика были основаны либо на чужих сценариях либо адаптировали литературный материал но при этом каждая картина получалась отчетливо кубриковской режиссер часто радикально переосмыслял книжный оригинал наполняя чужие сюжеты собственным содержанием например лолиту владимира набокова он интерпретировал как увлеченность европы старого света молодой энергичной америкой новым светом хотя кубрику не вполне удалось перенести на экран сложное устройство набоковского текста он как минимум сумел эфемизмами обойти цензурные запреты кодекса хейсона пока секса в дальнейшем режиссер также свободно обращался с экранизируемыми книгами например в заводном апельсине он поменял концовку романа в первые источники алекс встает на путь исправления о фильме возвращается к насилию экранизация сияние вовсе вызвало негодование ее автора стивена кинга кубрик не только изменил финал отец замерзает в лабиринте вместо того чтобы погибнуть в горящем отеле режиссер перевернул изначальный посыл романа где было гораздо больше мистики и сочувствия к обреченному отцу алкоголику а в цельнометаллической оболочки кубрик поменял традиционную трехактную структуру книги оставив только две части и изъел почти все комические сцены он увеличил часть в учебке желая показать расчеловечивающую природу милитаристской пропаганды а финальную часть превратил в бесконечную бойню вскрывающую бессмысленность войны в которой теряет себя даже обаятельный главный герой вот и баха фактор вот и вот кубрик известен прежде всего своей симметричной композиции кадра режиссер сознательно нарушает правила третей которые наиболее комфортно для зрителей используют симметрию для того чтобы показать знакомые вещи с незнакомой стороны избыточная правильность изображения производят зловещее впечатление того же эффекта кубрик добивается с помощью крупных планов на которых героя смотрят в камеру как бы из-под лобби так исчезает безопасная дистанция между зрителем и героем автоматизм зрительского восприятия режиссер нарушает и с помощью аудиовизуальных контрапунктов противопоставляя изображение музыкальному сопровождению классическая музыка или популярные хиты могут обрамлять сцены насилия что вызывает мощный диссонанс восприятия сцены и миг агент а а а а а стоит отметить и то что актеры кубрика редко играют в обычном драматическом регистре хотя на протяжении всей карьеры он работал со звездами у всех исполнителей игра либо нарочно стерта либо гротескно утрированно юношеский опыт профессионального фотографа давал о себе знать и в своих полнометражных картинах кубрик стремился к самодостаточности кадра поэтому большое внимание уделял выверенной миза сцене в баре линдоне например это позволило сблизить визуальный ряд с живописью 18 века а в сияние усиливало клаустрофобию и создавало саспенс и еще одной важной особенностью в творчестве кубрика являются тревелинги этот метод углубляет эффект слежения но тут возникает вопрос чьими глазами мы следим за героями в такие моменты кубрик уподобляет зрителя бесстрастной машине которая не мигающим взглядом наблюдает за персонажами это неудобное положение усиливает и без того высокую степень дискомфорта которую испытывает зритель при просмотре фильмов кубрика неспроста режиссер редко прибегает к реалистичной съемке ручной камерой съемка с рук более сообразной человеческому взгляду чем безучастное панорамирование поэтому ей в творческой стратегии кубрика остается мало места симметрию впрочем можно обнаружить не только в композиции кадра но и в повествовании некоторые фильмы кубрика устроены двухчастно причем каждая из половин наполнена противоположным содержанием первая часть заводного апельсина показывает насилие со стороны алекса во второй же сам главный герой становится объектом насилия причем в заводном апельсине каждая из частей маркируется практически идентичными по композиции кадрами-антитезами симметрично выглядят и структурные повторы в картинах кубрика скажем космическая одиссея это фильм о нескольких контактах человека с монолитом которые по мезон сцене решены примерно одинаково а с широко закрытыми глазами история случайных встреч билла которые навязчиво повторяются на протяжении фильма мотив повторяемости или двойничество часто реализуется иконографически в девочках-близнецах унифицированном устройстве казармы или похожих друг на друга членах банды алекса такая цикличность фильмах режиссера словно обнуляет всякое движение герои обречены блуждать по кругу и не всегда находить выход не будет преувеличением сказать что кубрик один из тех режиссеров которые определили облик современного кино причем не только с эстетической но и с технологической точки зрения кубрик стойко преодолевал производственные трудности изобретая для съемок своих фильмов новые технологии для того чтобы передать масштаб космических просторов он использовал инновационную систему синерама в которой съемка велась сразу на три камеры и в результате соединялась в единое панорамное объемное изображение для совмещения фона и актеров вместо привычной рир проекции использовался более прогрессивный метод фронт проекции позволявший получить более четкое изображение а для того чтобы создать вот эту сцену пришлось построить огромную центрифугу похожая технология будет использована спустя полвека в начале кристофера нолана световое шоу в кульминационной части фильма производящие впечатление психодерического трипа удалось снять с помощью специального щелевого сканера а революционная технология моушн контроля синхронизирующая движение камеры и детализированных миниатюр космических станций впоследствии подарила миру звездные войны на съемках баре линдона перед кубриком встала другая амбициозная задача чтобы добиться естественности и аутентичности изображения было решено отказаться от искусственного освещения для этого кубрик заказал у нас а сверхчувствительные объективы предназначены для съемки на луне с их помощью многие сцен удалось снять при солнечном свете или при свечах в сиянии же была использована новейшая технология стадикам стабилизирующая изображение при ручной съемке с помощью стадикама сняли например стремительные проезды дэнни по просторным залам и пустынным коридорам отеля оверлук но проще всего оценить влияние кубрика на культуру по количеству амажи и пародина его фильмы в одних только симпсонах можно насчитать с десяток отсылок что уж говорить про другие фильмы и сериалы кубрик поменял правила едва ли не в каждом жанре которому прикоснулся после него невозможно снимать научную фантастику о космосе не держав уме одиссея или антиутопии игнорируя заводной апельсин многие хорроры новой волны при всей своей изобретательности часто выглядят лишь заметками на полях сияния едва ли не в каждом фильме о войне будет свой сержант хардман или рядовой куча что и говорить когда мигель сапочник приглушает освещение в игре престолов вспоминается почему-то не властелин колец а барри линдон кинематограф таким каким его знаем сейчас вышел из кубриковской шинели к примеру фильмы дэвида финчера также отличаются отстраненным взглядом и визуальным перфекционизмом уэс андерсон строит симметричные кадры и искусственные но теперь уже уютные миры кристофер нолан стремится отметиться в каждом жанре а дэни вильнёв выстраивает сложные эстетские мизансцены все они пытаются быть своими как для интеллектуалов так и для рядовых посетителей мультиплексов и этим продолжают дело режиссера и заставляют кино сообщества вновь и вновь осмыслять место автора в мейнстримном кино поощряя тех кто умеет облекать сложные темы в увлекательную форму кажется что бы ни происходило в кинематографе сегодня мы все равно будем ждать появления нового кубрика почти все фильмы режиссера герметичны фатализм и отсутствие надежды гнетут не только самих героев но и нас зрителей кажется что порой и мы иногда словно оказываемся в замкнутом пространстве кубриковского мира если из него выход можно ли порвать сковывающей цепи страха насилия и непонимания возможно кубрик снимал свои фильмы с целью найти решение этой казалось бы неразрешимой проблемы пожалуй стоит попытаться и нам а 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 и и Субтитры создавал DimaTorzok